Медсестра Лена, работая в отделении реанимации, внимательно следила за состоянием пациентов, когда вдруг заметила, что Кэтрин, находящаяся в коме уже несколько месяцев, начала двигать рукой. Это неожиданное движение вызвало у нее удивление и надежду, ведь такое поведение было крайне редким для человека в таком состоянии. Лена быстро достала свой мобильный телефон и позвонила врачу Максиму, чтобы сообщить о странном и необычном поведении Кэтрин. Она описала ему ситуацию в деталях, подчеркивая, как важно немедленно проверить состояние пациентки. Вскоре после этого врачи начали проводить тесты и обследования, чтобы понять, что именно происходит с Кэтрин и какие могут быть причины ее внезапной активности. Результаты анализов показали признаки мозговой активности, что вызвало у них не только беспокойство, но и интерес. Врачи начали обсуждать возможные варианты дальнейших действий, стремясь выяснить, что же на самом деле происходит с пациенткой и как они могут ей помочь. Кэтрин начала менять выражение лица, что было необычно для человека в коме. Врачи переглянулись, не в силах объяснить эти изменения, несмотря на результаты тестов. Лена, полная надежды, начала задавать Кэтрин вопросы, и к ее удивлению Кэтрин начала реагировать на них. Врачи решили продолжить попытки общения, чтобы выяснить, в сознании ли Кэтрин. Лена пыталась понять прошлое Кэтрин и помочь ей. Она положила рядом с Кэтрин ручку и блокнот, надеясь, что это поможет ей выразить свои мысли. К ее огромному удивлению Кэтрин начала писать цифры и буквы. Врачи, наблюдая за этим, интерпретировали записи как координаты. Понимая, что это может быть ключом к разгадке, они вызвали полицию, чтобы проверить указанные координаты. По координатам полиция обнаружила заброшенную подземную клинику с ржавыми дверями и хирургическими принадлежностями. В конце бункера полицейские нашли дверь, запертую несколькими замками. За этой дверью их ждал мужчина, который, похоже, был шокирован их появлением. Полиция немедленно задержала его и вскрыла железную дверь. Внутри комнаты они обнаружили девочку-подростка. Полицейские успокаивали ее, ведь она выглядела истощенной и травмированной. Девочка вышла на солнечный свет и, увидев мир вокруг, разрыдалась от радости. Полицейские быстро доставили ее в больницу, не зная, что произошло, но понимая, что они стали частью чего-то важного. В больнице девочку встретили с теплотой и заботой. Она благодарила медсестру за спасение, ее глаза светились надеждой. Как оказалось, женщина и ее дочь Лиза были похищены и заперты в подземной клинике. Женщина пыталась сбежать, но ее сбила машина, и она попала в больницу в коме. В последние мгновения своего сознания она сумела записать координаты места, где находилась ее дочь. После того, как Лиза воссоединилась с отцом, женщина начала восстанавливаться. Теперь она шла на поправку, а семья с нетерпением ждала ее возвращения домой. Лена, наблюдая за этой трогательной сценой, почувствовала, что ее усилия не были напрасны. Она знала, что, несмотря на все испытания, любовь и надежда способны творить настоящие чудеса. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.